О, Лерусь, привет! Как дела? Это зависит от того, где ты шлялся. Опять играл? Как мелкий. Не шалил? Лерусь! Я же... Я же вот что принёс. Не нравится? Значит, всё-таки играл. Ты погоди. Лерусь, посмотри. Посмотри. Посмотри, я же выиграл. Посмотри, сколько. Лерусь, я же выиграл. Сегодня выиграл. Завтра проиграл. Хватит. Или заканчиваешь с этим, или я подаю на развод. Лерусь, ты чего? Лерусь, ты чего? Иван и Лера были женаты уже 10 лет. Иван был страстным игроком и ничего не мог с собой поделать. Лера часто пугала Ивана разводом. Однако в этот раз Лера была настроена решительно. Иван не хотел терять семью и, собрав волю в кулак, пообещал, что больше играть не будет. Вот только продержаться ему удалось всего две недели. Жена мне разводом угрожает. А я её очень люблю. Я её и сына люблю. Нельзя нам разводиться. Не за этим ты сюда пришёл. В смысле? Другая у тебя проблема. Вижу, как ты страстью одержим. Я тебя ещё, когда ты в очереди сидел, почуяла. Таких, как ты за версту, видно, одержимых. Ты вот, вижу, игрой одержим. Есть такое. Из-за этого и жена разводом грозит. Одержимость. Вот твоя настоящая беда. Вы всё правильно говорите. Так и есть. Только я с собой ничего поделать не могу. Две недели назад я жене обещал, что завяжу, но недавно опять сорвался. Мужики позвали. Говорят, приехал столичный, Лопух. Вань, говорят, ты его в два счёта под орех разделаешь. А я послушал, пошёл. Сначала начал выигрывать, а потом... Договаривай. Оказалось, столичный этот, Бодров его фамилия, вовсе не Лопух. Короче, я столько проиграл, что до конца жизни не расплачусь. Неужто сумма такая большая? Миллион. Вот что мне делать? Жене, я вижу, ничего не сказал. Нет, конечно. Лера ничего пока не знает. Возьми два камня и раскали орех. Зачем? Бери, говорю. Что дальше? Видишь ты этот орех? Конечно. Вот так и семью свою разбить можешь. Если не хочешь семьи лишиться, про азартные игры забудь. Да, да, это всё понятно. А как мне долг отдать? А это я не знаю. Сам решай, раз дел наворотил. Или ты думал, что я тебе денег наворожу? Понятно всё. Пошёл я. Вижу туман вокруг тебя. Но всего, что вижу, объяснить не могу. Чувствую. Ещё раз мы с тобой увидимся. Ну, Димон, я клянусь тебе, три-четыре месяца тебе всё верну. Ну, ну... Ясно, как знаешь. Прошло несколько дней. Иван судорожно искал деньги, чтобы отдать долг. Но ему никто не хотел занимать даже частями. Сумма была слишком большая. Жене Лере про долг Иван всё ещё не рассказывал. Алло, Тёмыч. Здорово. Как дела, как ты? Угу. Ну, ну, молодец, молодец. Я рад за тебя. Мои дела... Да я тебе по этому поводу и звоню. Слушай, Тёмыч, долгони денег, а? Я одному человеку задолжал. Да ну, ну сколько, сколько? Сколько сможешь? Алло, химчистка? Скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить почистить пальто? Спасибо. Ну, сколько стоит? Дорого. Сами почистим. Ну, так как химчистки ты не почистишь. Почищу. Ну-ну. А давай, знаешь что? Машину продадим, а? С чего бы это? Слушай, ну, ну, а зачем она нам, а? Ну, сама посуди. А ставить нам её некуда. Лер, да ну и вообще, купим пару великов, будем кататься. Ну, для здоровья и полезней, а? Ну, хорошо. А вот сына, к примеру, от бабушки нужно будет забрать. Ты в деревню на велосипеде поедешь? Возможно, ты и права. Права, права, Лер. Откроешь? Угу. Ваня, там к тебе пришли, Бодров какой-то. Ваня, здравствуй. Как дела? О, Лер, Лер, ты проходи, я сейчас подойду. Так а может ты нас познакомишь? Я никуда не тороплюсь. Николай. Лера. Вы очень красивая, Лера. Спасибо. Это мой старый приятель, Лер. А так чего мы в дверях стоим? Проходите. А квартира у вас ничего. Сколько такая? Миллионы три стоят. Да кто же его знает, мы ценами на недвижимость не интересуемся. А вам зачем? Да квартиру хочу купить. Я у вас в городе недавно, но очень уж он мне понравился. Так вот, почему вы к Ване раньше не приходили? Просто я всех его приятелей знаю, а вас впервые вижу. Угу. Ну ладно, вы тут разговаривайте, а мне там кое-что на кухне нужно сделать. Спасибо, Лер. Слушай, Лера ничего не знает про долг, ты, ну, не говори ей ничего, хорошо, пожалуйста. А я думал, ты забыл, что мне лимон должен. Нет-нет, я все помню, я все помню, у меня просто временные трудности, но я все верну, правда, ты не волнуйся только. А это не я должен волноваться, это ты должен волноваться. Хватит мне басни заливать. Я вижу, что денег у тебя никаких нет и не будет никогда. Ну ладно, есть у меня для тебя одно предложение. Какой? Женой отдай. Это как? Ну пусть переспит со мной, прощу долг, она у тебя хорошая, сочная, люблю таких. Это не вариант. А я тут печенье приготовила. Угощайтесь. Лерочка, огромное вам спасибо, просто уже пора бежать. Я благодарю вас за гостеприимство. А ты подумай. После предложения Бодрова Иван всю ночь не сомкнул глаз. Он кипел от злости. Иван ни за что бы в жизни не пожертвовал женой, а значит выход оставался только один, отдать долг. На следующий день Иван узнал адрес Бодрова и пришел поговорить об отсрочке. Ты чего приперся? Да я поговорить пришел. И как ты меня нашел? Слушай, дай мне еще пару недель, я обязательно деньги найду и все верну. Ты только жену не впутывай в эту историю, а? Я не понял, ты чего на рынке? Что за торги? Ты что, не человек что ли, а? Ты давай на жалость не дави. Времени у тебя было предостаточно. Так что или утром деньги, или женой без вариантов. Да она тут ни при чем, слышишь меня? Ты хоть знаешь, с кем ты связался? Да она тут ни при чем, слышишь? А это уже мне решать. А если ты вздумаешь сбежать, то я твоей Лерой попользуюсь без твоего ведома, понял? А что если она с тобой не будет, тогда что, а? Ну тогда кто-нибудь может поскользнуться, упасть. Ну, например, с балкона. Все, гуляй, Вася. Иван понимал, что такие как Бодров не шутят. Он снова не мог уснуть, пытаясь найти выход из положения. Слушай, а знаешь, что я придумал? А давайте-ка вы с Мелким куда-нибудь поедете ненадолго, а? Куда? Ну, например, к моей маме в деревне. А что мы там забыли? Ну как что забыли? Ну как, ну мама давно хотела вас видеть, по внуку соскучилась. Ну не знаю, у ребенка детский сад, подготовка к школе. Ну подготовиться к школе можно и в деревне. А секции? Это ж глушь. Ну почему глушь? Ну, Лер, там, там свежий воздух. Ну там сплошные плюсы для ребенка, ну. Не, Вань, в другой раз. Может, когда в школу пойдет. Да я говорю, поезжайте. Ты что орешь-то? С чего нам пригорело ехать к твоей маме? Ну, если ты на то пошла, бери ребенка и езжай ей на воздух. А я остаюсь, у меня, между прочим, работа. Лера, как ты не понимаешь, что... Все, я спать. Завтра поговорим. Иван был в замешательстве и не знал, что делать. Он боялся Бодрова, боялся за жену и поэтому хотел как можно скорее спрятать Леру. А вот нежелание Леры уезжать все осложняло. Молодой человек, вам нельзя. Бабушка, он без очереди. Ничего, Аня, ступай, спасибо. Ну, садись, одержимый. Чего стоишь? Ишь в очереди, переполох какой устроил. Помогите мне, бабушка. Успокойся и говори, что стряслось. Да я в такую историю влип, что и врагу не пожелаешь. Что мне делать, а? Проиграл ты большие деньги, это я вижу. Ты в прошлый раз ко мне с этим приходил. Что на этот раз ты от меня хочешь? Семью мне нужно спрятать от очень плохого человека. Самый плохой человек для твоей семьи ты сам. Да, да, я такой. Но это все слова, мне нужна реальная помощь. Что делать, а? Человек, которому я должен, он такое просит, он... Короче, жена ему моя нужна. Я говорю ей, поезжай к матери, а она уперлась. Как мне ее уговорить? Что мне делать? Что делать, я тебе не скажу, не вижу. Но вижу, чего тебе делать не стоит, если не хочешь все усложнить. Говорите. Вижу двери железные, зеленые, там мужчины. Так вот, не надо туда тебе ходить, это я точно вижу. Это все? Все. Прошло два дня. Иван судорожно искал деньги, чтобы отдать Бодрову. Но никто так и не давал ему взаймы. Продать было нечего. Совсем отчаявшись, Иван решил рискнуть и попробовать выиграть эти деньги. Подойдя к гаражам, где обычно Иван играл в карты, и глядя на зеленые железные двери, Иван вспомнил слова бабушки. Но возвращаться было поздно. Чего надо? Я играю. В тот вечер отыграться Ивану не удалось. Он проиграл все деньги и даже свое обручальное кольцо. Иван еще раз вспомнил слова бабушки. Не ходить к железным дверям. Но было уже слишком поздно. Все, Ваня, сроки вышли. Ты где был всю ночь? Мне ребенка в школу собирать, дома даже хлеба нет. Где все деньги? Деньги? Вот. Больше у нас ничего нет. А где твое кольцо? Кольца тоже нет. Я спать. Какой спать? Ты мне сейчас все расскажешь. Ты хочешь знать, где деньги? Где кольцо? Хорошо, Лера, я тебе расскажу. Я проиграл все. Я проиграл абсолютно все, что у нас было. И даже то, чего у нас не было. Я проиграл миллион. Сколько? И что теперь? Я не знаю. Меня убьют, на куски порвут. Этот Бодров, сволочь. Бодров, это тот, который у нас дома был? Да. Он хочет, чтобы я долг тобой отдал. Что? То! Ну что, нечего было перед ним в коротеньком платьице выхаживать? Ножками своими сверкать? Значит, он не твой друг? Да какой? Какой друг, Лера? Он бандит. Он бандит. Он меня убьет, он тебя убьет. А я тебе говорил, уезжай к моей маме. Смолочь. Иван не знал, что делать, и ему пришлось рассказать жене правду. А мелкий где? Я его утром к своей маме отвезла. Там он будет в безопасности. А маме что сказала? Сказала, что мы хотим с тобой недельку вдвоем побыть. Угу. Молодец. Я в гостиной поем. Лера. Ну, прости ты меня. Ну, правда, мне и самому плохо. Ненавижу. Ненавижу тебя. Ты обещал, ты клялся не играть. Иван чувствовал себя ужасно, но не знал, как исправить ситуацию. Прошло два дня. Что случилось? Что случилось? Меня убьют, Лера. Это он? Это Бодров тебя избил? Может, скорую? Нет, нет, нет. Не нужно скорой. Они сразу в полицию позвонят. Ну и хорошо. Нет, это плохо. Сиди, Иван, сиди. Я сейчас бенд-перекись принесу. У тебя ничего не сломано. Может, все-таки скорую? Лера. Лера, подойди, пожалуйста. Лера, ты дома? Лера. На следующее утро Иван проснулся один. Поняв, что Леры нет дома и увидев нетронутую постель жены, он заволновался. Выходило, что жена не ночевала дома. Возможно, она поехала к матери, но тогда почему не предупредила его? Иван не понимал, что происходит. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Где Лера? Лера? Ее со вчера дома нет. Это все Бодров. Я знаю, с ней что-то случилось. Я хотел в полицию, но решил сначала к вам. Телефон... Телефон недоступен. Не тарахти, садись. Аня, принеси миску с молоком и полотенце. Ступай, спасибо. Окуни руки в миску. Вижу я твою Леру. Жива? Жива. Где она? У Бодрова? Возьми полотенце и вытри руки. Дай его сюда. Вижу название улицы. Студенческая. Дом... Дом 32. Квартиру не вижу. Не нужно. Я знаю этот адрес. Это дом Бодрова. Убью гада. Погоди. Выверни карман. Зачем? Выверни, говорю. Вот. Все твои беды от того. Что все у тебя ускользает сквозь пальцы. И счастье, и деньги, и удача. Тут вы правы. Нет удачи. В карты перестало вести. В жизни все кувырком пошло. Опять ты про карты. Да ты послушай, что говорю. Деньги по карманам нельзя носить, как ты носишь. Иначе не будет ни денег, ни счастья. В кошельке деньги держи. Не по карманам. Ступай. А как правду знаешь, ко мне приходи. Я тебе оберег сделаю. Он поможет тебе со своей страстью совладать. Спасибо. Прямо от бабушки Иван поехал к дому Бодрова. Иван готовился к серьезному разговору. Он готов был биться за свою жену. Лера, ты что здесь делаешь? Я долго за тебя отдавала. Что? Ты ему больше не должен. Лера, тебя двое суток дома не было. Это вместо спасибо? Я знаю, он тебя насильно удерживал. Я порву его. Поздно уже. Раньше надо было думать. Лера, ты зачем это сделала? Ты же говорил, тебя на куски порежут. Я сделала это ради тебя. Жизнь твою спасала. Прошло два дня. Отношения Ивана и Леры были напряженными. Иван понимал, что жена изменила ему ради него. Но несмотря на это, он изводил себя ревностью, представляя в голове разные неприятные сцены. Лер, я не просил тебя об этом. Зато я тебя просила больше не играть. Ты сам все разрушил. Ты не знаешь, через что я прошла. Ненавижу, ненавижу тебя. Никогда не прощу. Лер, ну что нам теперь делать, а? Разводиться. Другого выхода я не вижу. Не нужно разводиться, Лер. Лерочка, я же... Тебя очень люблю, Лер. Не нужно разводиться. Да, я дурак. Я все сам испортил. Но я обещаю, Лер, я больше никогда не буду играть. Стань ты от меня. Я не верю больше твоим обещаниям. Ненавижу. Ненавижу тебя. Прошло несколько дней. Все это время Иван и Лера не разговаривали. В тот вечер Иван шел домой непривычным для него маршрутом. У кафе он вдруг заметил жену в компании Бодрова. Тебе понравилось. Лер, мы все делаем, что? Так не договаривались. О чем договаривались? Коля, извини. О чем договаривались? Коля, извини. Ну, скажи уже, что он придурок. Вон у него уже глаз дергается. Коля, это мой старый институтский приятель. Так вы чего? Вы давно уже вместе, да? Да нет, конечно. Он вообще на моей подруге женат. И когда меня у его подъезда застал, я просто к подруге в гости заходила. А сейчас мы посидели, кофе попили. Я ничего не понимаю. Так между вами что ничего нет? Нет, конечно. Так погоди, а где ты двое суток-то пропадал, а? Мамы. Я ничего не понимаю. Зачем весь этот цирк? Зачем ты так долго меня обманывал? Я же с ума сходил. Зачем это все? Да я зависимость твою пыталась вылечить. Но как? Даже к ясновидящей ездила. Какой ясновидящей? Да есть там одна хорошая. Нина зовут. Вообще-то не важно. Вот так дела. А избить меня, это тоже Нина посоветовала, да? Нина? Это уже моя импровизация. Извини. Ну, мы квиты. Ладно, Лера. Пойду я пока. Марине, привет. Ага. За несколько месяцев до начала этой истории Лера действительно приезжала к бабушке за советом. Бабушка увидела, что самостоятельный Иван не справится со своей страстью. Если не пойти на обман во благо, зависимость Ивана обернется большой бедой и даже смертью. Поэтому Лера пошла на обман и подговорила Бодрова обыграть Ивана. Иван простил Леру. Теперь он больше не играет и благодарен Лере за урок. А еще бабушка говорит, что нельзя деньги в карманах носить. Деньги, удачи и счастья будут утекать сквозь пальцы. Субтитры создавал DimaTorzok